Здравствуйте, дорогие друзья охотники! Ну что, проголодались? Есть охота! Сегодня мы будем готовить рагу из зайчих потрохов. Вот здесь у меня зайчья печенка и сердечки вот такие. Их нужно заранее промыть в нескольких водах и порезать на кусочки, что мы сейчас и сделаем. Вот так вот печенку, ну вот примерно вот на такие кусочки. Так, порежем. Протоки все вот это нам не нужно. Это мы удалим сердечки. Сердечки также вот это все лишнее мы срезаем. И на 4 части режем каждое сердечко. В принципе, такое же рагу можно сделать из потрохов гусей и уток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы порезали все на мелкие кусочки. Теперь нам нужно все это обжарить до золотистой корочки. Ставим сковородку на огонь. Добавляем 3-4 ложки растительного масла. И выкладываем наши потроха. Вот так. И все это обжариваем. В процессе жарки нужно мешать, чтобы у вас ничего не подгорело. Вот уже здесь немножко стало поджариваться. Нужно посыпать мукой. Это ложки 3 столовых муки. Вот так вот. Посыпаете. И все перемешиваете. Еще обжариваете минут 5. Конечно же, не забывайте все это перемешивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот все. Вот мы смотрим, у нас кровь на кусочках перестала выступать. Значит, все. Обжариваем и заканчиваем. Теперь мы берем сметану. И где-то грамм 200 сметаны. У меня здесь сметана густая. Можно пожиже немножко. Вот так вот. Сметану выкладываем. Перемешиваем. Огонь немножко сбавим. Так. И все перемешаем. Все перемешаем и накроем крышкой. Все. И оставим так под крышкой где-то примерно минут на 30. Пока потроха у нас тушится в сметане, мы порежем лук, морковь и картошку. На такие кусочки. Вот так порезали лук. Морковку можно порезать, можно потереть на крупной терке, как вам нравится. Я ее порежу небольшими кубиками. Я ее порежу небольшими кубиками. Когда мы85 genres. Я ее покажу. Я ее порежу небольшими кубиками. Пока. Ну вот морковку лук мы порезали. Теперь нам нужно разогреть сковородку. Ставим на огонь. Добавляем немного масла, ложки 2 столовых. И выкладываем лук и морковь. Так, все перемешиваем. И пока у нас это все обжаривается, мы порежем картошку. Субтитры подогнал «Симон» Все, картошку порезали. И также отправляем ее вслед за луком и морковкой обжариваться. Так, все перемешиваем. Так, все перемешиваем. И обжариваем до полуготовности. Ну все, наши овощи готовы. Мы выключаем. Патроха мы тоже выключаем. Возьмем керамический горшок. Можно взять несколько горшочков маленьких. Можно взять один большой, вот как у меня. И выкладываем. Лучше взять ложку. Так удобнее. Выкладываем в горшочек. Вот так. Теперь по трахам. Точно так же мы их сюда выкладываем. Вот так вот можно. Вот так. Все. Вот так все до конца. Все выложили. Все это теперь нужно перемешать. И не забыть посолить. Не забыть посолить. Так, вот соль. Солим по вкусу. Ну, где-то вот щепотки три. Вот моих три щепотки. Теперь еще зиру. Я очень люблю зиру. Класть во все блюда. Так ее еще нужно растереть. Чтобы она была ароматнее. Тушистый горошек. Несколько горошин. Штучек десять. Все. Теперь мы это все перемешиваем. И отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Но прежде чем отправить в духовку горшок, нам нужно добавить воды или бульона. Так, чтобы жидкость вот так вот только покрыла все это. Вот так все. Накрываем крышкой. И ставим в духовку. В духовке будет стоять где-то минут сорок. Ну, все. Прошло уже больше сорока минут. Где-то минут сорок пять. Посмотрим, что у нас здесь. Достаем. Ставим на подставочку. Как на такое керамическое блюдо. Очень удобно. Наключаем духовку. Осторожнее, чтобы не обжечься. Вот у меня здесь такой еще красивый букетик укропа. Немножко зелени порежем. Сверху посыпем. Уже в готовое блюдо. Любую зелень можете. Укроп, петрушку, кинзу. Так вот мелко ее порезать. И сверху посыпать. И подавать к столу прямо в этом горшке. Так получилось очень красиво. И большая ложка. Опа. Все. Приятного аппетита. Для приготовления такого рагу нам потребуется примерно Один килограмм зайчик сердец и печени. Две моркови. Две головки репчатого лука. Один килограмм картофеля. Двести грамм сметаны. Четыре столовые ложки растительного масла. Три столовые ложки муки. Десяток горошин душистого перца. Одна чайная ложка зиры. Одна столовая ложка рубленой зелени. Соль, черный молотый перец по вкусу. Соль, черный молотый перец по вкусу.